Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Зачем вообще мальчику нужен отец? Отец мальчику нужен для того, чтобы показать ему пример мужского поведения, в том числе и по отношению к его матери, чтобы она не охуевала и знала свое место. Но если отец сам находится под каблуком у женщины, то какой пример он может показать своему сыну? Тут уже нет никакой разницы, полная семья или неполная. Еще 40-50 лет назад, если у мальчика не было отца или отец был каблуком, пример мужского поведения мог показать ему какой-то другой мужчина, например, тренер спортивной секции или сосед. Таковы были особенности послевоенного менталитета. В то время еще были живы фронтовики, которые чувствовали ответственность за детей и внуков своих боевых товарищей, которые погибли на фронте. А поэтому они как могли участвовали в их воспитании, тем более, что тогда над мужчинами, которые работали с детьми, не висела угроза обвинения в педофилии. Сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, чужие дети никому не нужны. А во-вторых, подходить к ним и что-то говорить для мужчины просто опасно. А поэтому образовался вакуум мужского воспитания. Мальчиков сейчас воспитывают практически одни женщины. И естественно, это не может не откладывать отпечатка на их психику и модель поведения. Поэтому подавляющее большинство мальчиков, хоть в полных, хоть в неполных семьях, не видят примеров мужского поведения. Они видят только своих матерей, которые стараются вырастить и сына удобного и послушного болванчика. Или видят своих отцов, которые находятся у бабы под каблуком, а поэтому никакого примера мужского поведения показать мальчику не могут. Продолжение следует...